Собственно, тебе нужно убрать лишь одну комнату, но там настоящий бардак. Парень вышив себе мозги, и они разлетелись по всей комнате. Это не проблема. Продолжение следует... Как ты хочешь, оставь ее себе на памяти. Если решишь выбросить, я, пожалуй, оставил бы ее себе. Пакт. Часть 2. Смерть всеми любимой учительницы положила начало охоты на убийцу. КОНЕЦ КОНЕЦ БАЛЛАРД КОНЕЦ 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 Спецагент Терренс БАЛЛАРД Что ж... Агент БАЛЛАРД, вам придется немного подождать. Может, передашь лейтенанту, что ФБР уже здесь? Лейтенант, вы не могли бы подойти сюда на минутку? Да. Какие-то проблемы? Нет, никаких проблем. Похоже, мы с офицером Майер немного не поняли друг друга. Отлично. Он может войти. Чашу кофе перед тем, как мы его приступим? Нет, я не пью кофе. Только не забудьте надеть бахилы. Там очень грязно. Расскажите мне о женщине. Ее звали Элли Форд, 28 лет. Судя по данным транспортового отдела, она переехала сюда из Хьюстона 3 года назад. Проверили ее телефон? Сотого при ней не оказалось, но мы знаем, что она оставила хьюстонский код 713. И? Мы запросили распечатку звонков. Кто ее нашел? Управляющий. Обнаружил ее сегодня рано утром. Я читал ваш отчет после обнаружения Иуды на прошлой неделе. Отличная работа. Да, но поскольку вы в городе, мне хотелось бы знать, что вы думаете насчет этого всего. Каковы сходства? Запястья и лодыжки связаны проводами, на теле синяки и следы борьбы. Жертвы убиты путем обезглавливания. Все соответствует почерку Иуды, за исключением пары вещей. Каких имена? Думаю, вам будет лучше взглянуть самому. Если вы здесь, кто же тогда охраняет двери, офицер Дмайер? Агент Балат, я могу попросить экспертов передать вам копии снимков. И я предпочитаю делать свои, благодарю. Извините. Где ее голова? Это первое отличие. Похоже, он забрал ее с собой. Но мы прочесываем территорию на всякий случай. Серьезное отличие. А вот это уже интересно. Надпись на потолке. Он указал мне путь. «Поихи!» «Но с eargiving, я могу сказать, что не могу сказать...» «Смерть в небе, я могу сказать…» «Я могу сказать…» Доброе утро. Доброе. Ты сегодня поздно? Да. Тяжелая выдалась ночка. Вот как? Да, поступило сообщение об убийстве. Пришлось охранять место преступления. Какой кошмар. А ты с утра уже за работой, смотрю? Да, сегодня много дел. Нужно делать заказ, а потом отвезти маму на собрание. Хочу хотя бы что-то успеть. Я приготовлю завтрак. Хорошо, а как выглядело это место преступления? Много крови было. О, да, еще как. Плюс ко всему они вызвали этого придурка из ФБР. Так странно, зачем привлекать ФБР? Похоже, он был в городе, работал над делом этого мертвого серийного убийцы. Он туда заявился, как будто к себе домой. Что? Хочешь, я с ним разберусь? Ты разберешься? Да. Рядом с ним я чувствую себя таким слабым. Серьезно? Он довольно крепкий для коротышки. Нет, правда, мне было неловко. Мне никто не предупредил о его приезде, и в итоге я выглядел полным идиотом. Они уже вызвали и клинингую компанию? Нет, вряд ли. Может, замолишь за меня словечко? Да. Да, пожалуй, замолву. Спасибо. Всегда пожалуйста. Милая? Да. Тебе не кажется, что ты слишком переутомляешься? Работа есть работа, согласен. Ну да, разумеется, но ты в последнее время так много работаешь. Мне нужно позаботиться о своей маме. Милая, она не дает тебе спокойно жить. Что ты имеешь в виду? Послушай, ты тратишь на нее столько времени, столько денег. Она моя мать, Дэниел. Знаешь, я, пожалуй, пойду на работу, я уже опаздываю. Стой, ну и уходи. А как же завтрак? Джун, ну подожди, послушай, прости. Пойми, я вовсе не пытаюсь тебя разозлить. У тебя сейчас появилась такая редкая возможность. И я не хочу, чтобы ты ее опустила. Я знаю. И у меня для тебя кое-что весит. Дэниел, ты не обязан мне что-то покупать. Пойми, это всего лишь небольшой подарок. Я просто увидел его, и оно напомнило мне... Напомнило мне о тебе. Надо же. Оно... Оно очень милое. Большое? Нет. Нет. Что ты? В самый раз. Спасибо. Ну все, я опаздываю. Мне пора. Ладно, иначе опоздаю. Джун, я люблю тебя. Пока. Привет, родная. Привет, мам. Маргарет Эббетт. 9 марта 1996 года. Итак, мы записываем. Давайте начнем с того момента, как вы оставили свою шестилетнюю дочь, Джун, в машине. Это вышло ненарочно. Обычно мои встречи с Дилером длились всего пару минут. Ну, знаете, зашла-ушла. Как долго длилась встреча на этот раз? Если честно, я не помню. Видимо, я потерялся счет времени. Вы были под воздействием наркотиков? Да. Но я не планировала. Я хотела уже уйти, но он заставил меня сделать укол прямо там, понимаете? И сколько прошло времени? Примерно час? Возможно. Или больше? Пару часов? Да, да, пожалуй. Джун сказала полицейским, которые обнаружили ее, что она ждет всего несколько минут. Да, я принесла свидетельство о рождении медицинской картой, которую вы искали. Спасибо. Значит, она солгала. Почему, по-вашему, она это сделала? Джун всегда была на моей стороне. Привет, привет. Как все прошло? Ну, в общем, неплохо. У Терри рецидив. Но мы это предвидели, ясно. Мам, пристегни ремень. Ладно. С каких это пор ты носишь кольцо? А, ну это Дэниел мне подарил. Дэниел подарил тебе кольцо? Что? Почему ты улыбаешься? Ничего, просто считаешь, что он тебе очень подходит. И кольцо очень красивое. Да, ничего так, правда? Постой, милая. Мне нужно еще заехать сдать кровь на тест. Сейчас? Таково условие освобождения. Мам, сколько ты займет? Мне еще нужно на работу поехать. Послушай, если ты занята и страшна... Нет, я вовсе... Высади меня, поеду автобусом. Мам, я отвезу тебя, я не против. Мам, просто желательно предупреждать меня заранее. Ну ладно. Мам, просто желательно. Тебе сегодня звонили из участка? Да, сказали, что место преступления будет свободно к утру, как только ФБР даст отмашку. Дэн, я знаю, что ты вовсе не хотел ссориться со мной утром. Да, я просто... Нет, нет, послушай. Я правда очень благодарна тебе за заботу. Что это за песня? А, ну я ее нашла в интернете сегодня и скачала. Мама, мне очень нужно с тобой поговорить. Добрый вечер, офисер Майор. Глазам свою не верю. Джун Эббетт! Да? Теренс Балард, ФБР. А, это тот самый засранец из ФБР. Да, видимо он самый. Вы не слишком поздно? Я бы не пришел, мне будь это важно. Значит, вы не женаты? Нет. А, Джун, вы работаете в компании, занимающей уборкой мест преступлений? Да. Так вот, как вы познакомились? Нет, мы познакомились в колледже пару лет назад. Простите, но что конкретно привело вас сюда, к нам? Моя работа заключается в составлении профиля преступника, и первым моим делом было дело Иуды. Я начал работу над его профилем более 20 лет назад, когда следствие потеряло след. Но это дело закрыто, верно? Вы узнаете эту женщину? Нет, я никогда ее прежде не видела. Как ее зовут? Элли Форд. Полагаю, завтра вам предстоит убирать место ее убийства. Не знаю, что вы уже слышали, но... Я почти уверен, что это дело рук имитатора Иуды. С вами не связывалась некая Энни Барлоу? Энни Барлоу? Девушка, которая убила Иуду. Она не отвечает на наши звонки, я подумал. Неважно. Она подозреваема? Нет, нет, что вы. Нам просто нужно поговорить с ней. Простите, но какое это имеет отношение к Джун? Я думаю, Джун может быть его целью. С какой стати я могла ему понадобиться? Учитывая, что ваша мать была одной из женщин, ставшей жертвой Иуды, вы становитесь одной из вероятных мишеней. Простите, но вы ошибаетесь. Моя мать жива? Я имею в виду вашу биологическую мать, Дженнифер Глик. Мою мать зовут Мэгги Эбботт. Нет, если верить вашему свидетельству о рождении. Простите, вы не знали об этом? Вы только что были дома у моей матери, неверно? Да, я был там. Я стараюсь поговорить со всеми, кто мог иметь отношение к делу Иуды. Да, и вот еще. Это кое-какие личные вещи, Дженнифер Глик. Они хранились в архиве ФБР, но поскольку они нам больше не нужны, я подумал, спасибо. Возможно, вы захотите оставить их себе. Если вы позволите отнять у вас еще пару минут, вы знаете, пожалуй, на сегодня с меня хватит разговоров. Большое спасибо, но мы можем поговорить на другой раз? Хорошо. Разумеется. Скажите, я могу оставить ее себе? Конечно. Спасибо. Спокойной ночи. Всего доброго. Я вас провожу. Это рисунки Джун? Да, это для работы. Вы ведь работаете преимущественно по ночам, верно? Да, это верно. А Джун остается дома одна? Я думаю, вам уже пора. То есть, будет верно предположить, что в 4 часа утра она дома спит в своей постели? Если у вас есть еще вопросы к Джун, можете задать их ей лично. Зачем мне это? Возьмите. На всякий случай. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Абкент. Продолжение следует... 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 Эй, что такое? Что случилось? Что с тобой? Здравствуйте. Я разыскиваю Энни. Не уверена, что это правильный номер, но... Дело в том, что кто-то решил пойти по стопам Чарльза Барлова. И ФБР мне сказали, что я, возможно, мишень, как и вы. Я только что узнала, что моя биологическая мать была убита Чарльзом Барлова, когда я была еще ребенком. В общем, было бы здорово, если бы вы перезвонили мне на этот номер. Ах, ну да. Меня зовут Джун Эбботт. Ну все. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Что ты там ищешь? Привет. Скажи, твой старый портфолио здесь? Тот, что ты снимал в Канзасе? Да? А что? Там же одни пейзажи и снимки для похоронного бюро отца. Мне нужны какие-нибудь фотографии на тему морга. Хочу занять чем-то мысли свои, к тому же нужно закончить рисунки, так что... Ты исправишься сегодня одна? Да, я буду в порядке. Хорошо. Если вдруг тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать. Договорились. Ну ладно, мне пора. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Энни, боже, прошу, только не умирай, только не умирай. Ну же. Очнись, Энни, очнись. 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 Продолжение следует... Привет. Что произошло? Похоже, ты здорово ударилась головой. Давай без резких движений, ладно? Это не Иуда. Это Элли. Когда ты была дома у Элли, ты видела проигрывателя? Да. Да, и эта песня... Постой, откуда ты знаешь, что у нее было проигрывать? Она пыталась нам что-то показать. Эй, я же сказала, не спеши. Нет, 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 я должна вернуться в дом Элли. Видимо, я что-то упустила из виду. Тебе нельзя никуда идти в таком состоянии. Нет, дай мне минутку, я буду в порядке. Я поеду сама, ты оставайся. Нет, правда, я в порядке. И сейчас, послушай, ты будешь мне только мешать. Просто пришли мне адрес в СМС. Подожди. Там наверху, ты говорила, розовая комната. Что еще за розовая комната? Понятия не имею. Это все, что она мне сказала. Дэниел, шесть пропущенных звонков. Привет. Джун, я уже больше часа пытаюсь дозвониться тебе. Знаю, прости. Энни, все еще у тебя? Нет, она ушла. Поехала на квартиру Элли. Что вы там задумали, Джун? Где ты сейчас? Дома. Так, послушай, оставайся там. Я буду дома через два часа. Нет, тебе не обязательно сюда приезжать. Джун, я серьезно. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Пожалуйста. Ладно, хорошо, я буду ждать тебя дома. Розовая комната. Это салон художественного эротического фото. Дэниел, это Дэниел Мэйер. Послушайте, я только что говорил по телефону с Джуной, и я боюсь, что она очень сильно повязана с этим делом больше, чем я думал. Я звоню вам, потому что... Я пока не готов везти ее в полицию. Не сейчас. Вы не могли бы приехать к нам домой через два часа? Разумеется. Да. Посмотрим, что она нам скажет. Офицер Мэйер. Я вам очень признателен. Подписывайтесь на мойbons. developed видео-крышки. Посмотрю на мойke осень。 , чтобы я не поз回ión. Не kolej Senate. Разумеется... Пока. Прод interim подписаться. Продолжение следует... Радиация вниз по долине. 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 Субтитры делал DimaTorzok Элли Форд! Мисс Эббетт, что вам нужно? Еще пару минут, но вашего времени. Не сегодня я занят. Я не отниму у вас много времени, обещаю. Не желаете ответить на звонок? Я могу подождать. Да? Джун! Господи, с тобой все в порядке? Да, все нормально. У меня тут агент Беллард. Слушай меня внимательно. Держись от него подальше. Почему? Это был Беллард. Он и есть имитатор. Джун? Джун, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Я сейчас же вышлю к тебе патрульные машины. Но тебе нужно срочно бежать оттуда. Не желаете что-нибудь выпить? Может быть кофе? Я не пью кофе. А вот стакан воды в самый раз. А вот стакан воды в самый раз. Ну все, я на улице. Не думаю, что он меня слышал. Отлично, молодец. Значит так, теперь ты должна где-нибудь спрятаться? Говорят, он уже добрался до Энни Барвел. Боже мой. Она жива? По рации пока ничего не сообщали. Только что приехала бригада медиков, но мы знаем, что это был Беллард. Соседи видели, когда он выходил из дома. Она же только что была со мной. Она пыталась помочь мне. Джун, мне очень жаль. Джун? Джун? Куда вы спрятались? МОНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНОК Продолжение следует... Продолжение следует... Сэр, полиция уже едет сюда. Мы постараемся как можно скорее во всем разобраться. Да что тут разбираться? Ведь абсолютно очевидно, что происходит. Милая, послушай, все будет хорошо. Слышишь меня? Да. Я позвоню, узнаю, далеко ли наши ребята. Хорошо, я сейчас вернусь. Слышишь? Ладно, ты молочи, Наджи. Я скоро. Милая, послушай меня. Милая, послушай меня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что ж, агент Баллард, немного терпения. Ждать осталось недолго. Дэниел? Да? А где патрульные машины? Скоро должно быть здесь. Я, пожалуй, подожду снаружи. Постой. Я надеялся, что мы сможем сделать это вместе. Так приятно, наконец, иметь возможность говорить об этом. Я уже давно пытался обсудить это с тобой, но... Возникли кое-какие осложнения. Понимаешь? Я полюбил тебя задолго до того, как встретил тебя. Прошу, перестань. Он рассказал мне, как тебя найти. Он рассказал мне... Что ты, дочь Дженни Глик? Ты хотя бы представляешь? Насколько ты особенная. Он говорит со мной, Джун? Нет, это неправда, Дэниел. Он мертв. Нет, он говорит. Я вижу его каждый раз, как смотрю в твои глаза. Он сказал мне... Что ты тот самый человек, кто продолжит его дело. Это и свело нас вместе. Нет, Дэниел, я любила тебя. Я здесь, чтобы помочь тебе. Это прекрасно. Неужели ты не видишь? Так мы сможем продолжить его дело. Вместе. Я чуть другое закричал от радости, когда ты привела сюда, Энни. Что ты хочешь этим сказать? Я уж была намереваться отправить тебя на ее поиски, но ты сделала всю сложную работу за меня. И видела бы ты ее лицо, когда она умирала. Боже, Дэниел, я нашла ее ради... Не ради тебя. Ну, конечно, ради меня. А Мэгги... Ты нашел страницу из Библии в моей сумочке. Библия все еще при тебе? Можешь выбрать страницу. Возможно, это то, что нам нужно. Я не хочу выбирать страницу, Дэниел. Прошу, убери нож. Джун. Ты даже не пытаешься. Дэниел. Остановись. Дэниел, остановись. Дэниел, остановись. Прекрати. В этом твое предназначение. Я здесь для того, чтобы помочь тебе сделать следующий шаг. Теперь возьми этот нож. И отрежь ему голову, чтобы мы наконец могли положить начало. Боже! Джон. Джон? Милая. Неплохо придумано. Теперь я начинаю понимать, возможно, я ошибался, думаю, что ты готова к такой ответственности. Но ничего. Я люблю тебя, Джон. И мне очень жаль, что я солгал, когда подарил тебе то кольцо, сказав, что оно ничего не значит. На самом деле я... Я хотел сделать ее предложение в ту самую минуту. Но я струсил. Потому что не хотел тебя напугать. Между нами особая связь, Джон. И я не хочу ее разрушать. Ни за что на свете. Ни за что на свете. Не отворачивайся от меня. И я никогда тебя не оставлю. А. А. Джон. И отворачивайся от меня. РАБОННИТИ ok. А. А. А! А. А. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!